Тысячи россиян не спали в эти выходные. Киноманы всех регионов страны во второй раз встретились на всероссийской акции «Ночь кино». В кинотеатрах, библиотеках, музеях, культурных центрах и парках россияне приобщались к киноискусству. Через мастер-классы по режиссуре, сценарному и операторскому мастерству, лекции, концерты, встречи со звездами и, конечно, просмотры их любимых фильмов. А тут еще и 3D, и интереснее, и большой экран, и так все хорошо, и мягкое кресло. Ирина Колесникова сегодня вместе со всей семьей пришла во дворец культуры Арктика, чтобы окунуться в волшебный мир киноискусства. Началось это увлекательное путешествие для девочки еще почти сотни маленьких киноманов с игровой программы. Ее подготовила театр-студия «Радда». Тут хорошее развлечение и турниры, чтобы для детей, ну, как бы, познавательные. После познавательной программы юные зрители встретились с любимыми героями Каем и Гердой. Мультиком «Снежная королева 3. Огонь и лед» открылся всероссийский киномарафон. Его посмотрели и две лучшие подруги Карина Карманова и Дарья Субач. Мне очень понравилось, там очень сильные спецэффекты были. Мне, я, конечно, это второй раз смотрю ее, я ее забыла, уже давно смотрела. Но сегодня у меня появился шанс посмотреть ее еще раз. Ночь кино, а как вы думаете, зачем? Ведь можно мультики и дома посмотреть, да? Здесь лучше? Ну, просто здесь все, мы со всеми детями смотрим в праздник. А дома просто мы сидим и уже скучно становится. Мне тоже нравится вот такая вот идея, ну, потому что с детьми встречаются другие люди. Ну, вот вместе друзья, знакомые, сестры, братья, они встречаются и как будто бы вот так вот отмечают этот день. Действительно, этот день стал семейным праздником. Ведь кроме популярных мультфильмов для детей в киноменю был показ лучших отечественных фильмов. Я сегодня пришла с детьми. Мы ходим второй год в кинотеатр Арктику и посещаем. Дети мультики смотрят, ну, а мы смотрим фильмы для взрослых. Во-первых, интересно с семьей выйти, с детьми. Много людей, общение. Дети всегда сверстников встречают, подружек общаются. Ну, и самим как-то интересно, большой экран. В эту ночь бесплатно на большом экране взрослый зритель увидел три фильма. «28 панфиловцев», «Время первых», «Кухня», «Последняя битва». На экран они попали не случайно. Их выбирали путем интернет-голосований среди 15 кинолент на официальном сайте Года российского кино. Кроме того, посетители узнали немного об истории кино. В России этот вид искусства пришел из Франции, где в 1895 году Луи Люмьер со своим братом Огустом запатентовали синематограф. Первый киносеанс с короткометражным фильмом о прибытии поезда на станцию в Гранд-кафе в Париже произвел настоящий фурор во Франции. Уже в 1896 году о синематографе говорят в России. Парижский оператор Камил Серф, направленный в Москву Луи Люмьером, снимает коронацию российского императора Николая II с помощью нового аппарата. Об этом 5 мая написала газета «Новости дня», отмечая, что все происходящее на коронации будет фиксироваться на особой движущейся ленте. Первые демонстрации фильмов состоялись в том же году в Петербурге, в Летнем саду «Аквариум» и в Москве в Театре «Эрмитаж». Кинопоказы быстро стали модным развлечением, а постоянные кинотеатры начали появляться во многих крупных городах России.